приветствую с моими друзья и гости канала всем огромнейший привет мир добро любовь и свет и сегодня у нас в этом число сегодня нас 3 сентября и знаете что вот знать пришел календарный сентябрь и все и сезон почему-то в сочи закончился сейчас вы не поверите я еду с парковки и показывает термометр плюс 18,5 градусов это нереальная погода для сентября обычно у нас такой погоды не бывает что случилось пока не могу сказать с ютубом и так не подружились не получается мне вести прямые эфиры поэтому мы снимаем с вами оффлайн так как снаружи у нас дождик ничего хорошего интересного нет то я камеру разверну на свою морду лица пусть она будет не бритая пусть она будет еще какой-нибудь и заодно я вам не буду показывать то что творится вокруг да около как все вокруг здесь едут как паркуется дабы сохранить ваши нервы и сохранить свои нервы потому что очень много моментов есть которые меня иногда могут могут раздражать особенность 761 регион который непонятно что пытается сделать тот самый случай когда покупаете ржевера не могут арендовать парковочное место за 8000 рублей ну не знаю в эту логику не могу сказать что 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 вот людей движет но мы с вами потихонечку сейчас едем надо сегодня поработать потому что сегодня у нас довольно тяжелый день и начинаем мы с вами не с чего-то именно с новостей конечно самая главная новость это как бы она уже так скажем не новость то что в адлере там упало дерево и там пробка обычному очень сильно а стало еще сильнее ну и здесь ты думаешь ну как так то думаю как так почему не могут на этой дороге отреагируете сразу убрать но зачем это все делается ну ладно не будем тем временем парк науки и искусства сириус не перестает радовать своих зрителей и удивлять и там еще у нас пройдет какое-то мероприятие связанное с в общем я вот даже не знаю как это правильно духовники наверное которые бамба ну короче будет хорошее мероприятие даже не могу сказать а тем временем на земле начался мощнейший шторм и фото из космоса вы можете посмотреть на сайте можете посмотреть в инстаграме там прям реально видно что этот шторм который в америке и когда ходят мифы что их прокляли афганцы ну в общем кто бы их не проклял но все равно в америке есть такое что там был там как магнитет с апокалипсис поэтому сочи на этом фоне нервно курит в сторонке сочи рассказали как модернизируют очистные сооружения чтобы защитить море там в общем я посмотрел там указ визита пытается эти очистные сооружения доделать переделать и вполне возможно может быть вы скоро ребята годика через лет через 20 сможете в адлере в районе курортного городка на против морской симфонии купаться и при этом не будете бояться что у вас появится конь кишечная палочка либо еще что-нибудь поэтому ребят я думаю что скоро все будет хорошо именно в адрере но приводит всякие для мыса там эти луч дыре и так далее там даже про них даже разговаривать не стоит потому что плохо почти восемь с половиной миллиардов рублей потратить на ремонт дорог краснодара сочи новороссийска но мы-то знаем как это будет происходить нифига себе это выехал мы-то знаем как ремонт будет происходить это опять скорее всего снимут где-нибудь в олимпийском парке где-нибудь снимут хороший асфальт и тут же сверху опять накатает хороший асфальт потому что те районы которые действительно нужны но чтобы их давили до ума да это например соболевка та же самая да это например та же самая улица тимирязева и так далее там почему-то этого ничего не делают не понятно логика как бы ну ладно не мне это в нем не это вникать критикать конечно себя проще сочи демонстрировали самострой в центре моря напротив красного штурма что-то сделали в море там ходили мифы что это площадка для для пришельцев и так далее ну в общем демонтировали самострой россияне в аркопорту смогут зарегистрироваться на рейс без паспорта вот тоже нужна только справка ребят и все это реально заверено справку нужно вот чтобы без паспорта можно где ходить но это реально заверено что вы рождены от женщины иногда кстати такую справку требуют гаищники стало известно почему князь владимир застрял сочи а потому что у него просрочилась и там все связано с этими всякими разрешающими документами так далее люди конечно в шоке он уже три дня стоит должен был уплыть 455 человек путевки в среднем стоит 100 200 тысяч рублей ну и все вот такое-то разнообразие сидят просто-напросто ну типа да у нас там все включено там трехразовое питание поэтому там людям не скучно ни сегаси не скучно сидят как прокаженные в этих своих маленьких каютах некоторые каюты да даже даже без окна и без балкона ну не знаю как это конечно каждому свое ну печальный факт что такое безаберное отношение но завели у нас проверку почему так делать все непонятно как сочинском государственном университете открыли пункт вакцинации теперь студентов насильным образом могут спокойно вакцинировать моё мнение ну не знаю там ну вакцинация так как вакцинация ну что сделать а тем временем выкрутаса осаго жители сочи расторгли договор страхования и не вернули деньги в одностороннем порядке но бывает такое тоже прочитал большая статья но суть в чем суть том что все сарховщики конченые вот а так все нормально сочи рухнул кран на северном склоне бытия но бывает и такое конечно же рухнул я майку на мамайке и другие дострои банкрота сочи оценили в 1 и 1 миллиард рублей в общем нормально не за куда они сейчас эти все перейдут живые комплексы я майкам в общем один миллиард рублей все-таки застройщикам в сочи выгодно быть ну реально выгодно быть да представляете какие 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 капиталы в сочи на улицах появились модули для раздельного сбора мусора мы такой бывает а тем временем ради лайков ради просмотров ради непонятно чего люди готовы там я там фотографироваться там свистнув с балкона там какого-то хаята или например там что-то еще делать но один из блогеров решил по-другому его привязали к шевролету камара привязали его скотчем и на скорости 180 ядр в час проехались по скажем по олимпийскому парку и теперь что грозит этому блогеру ну знаете штраф очень сильно потому что 500 рублей потому что в гаи там есть такой дают за неправильная перевозка пассажиров там и 500 рублей и в принципе все но при этом видеоролик я посмотрел два неплохой получился хорошо смонтировали все прикольно ну я не знаю я считаю что каждый смотрит тот контент который мы заслужили но раз такие видеоролики собирает целую кучу просмотров значит мы извиняюсь значит мы заслужили 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 как пел миша малаша да читал точнее там рэпер да мы сами заслужили это и здесь ничего не сделаешь как бы у нас и фильмы сейчас спасли время говно потому что мы все смотрим с вами говно и передачи в топе просто редкостная такое такое не хочу говорить плохие слова то же самое и контент потому что это же смотрю даже элементарно до 1 читая те новости которые хорошие положительные у них даже просмотров то нет да например там россияне победили там-то там-то там паралимпийцы выиграли то-то-то ну выиграли выиграли хрен бы с ним ну так обычно рассуждают а вот например там не знаю кто-то кого-то изнасиловал кто-то кого-то прирезал и так далее все поэтому соответственно вас и сми кормят вот эти вот непонятно чем понимаете вот ну и блогеры конечно тоже не теряются потому что понимают что такой контент собирает просмотры потому что никому не интересно там назад там как предлагает там детским домам там никому интересно как там помогли там например там я вот знакомый дать я тоже мы там помогли детишкам в этом году собраться в школу там выделили хорошие деньги если пар位 снять сюжет это никому нахрен не ну потому что помогли помогли все хорошие дела любят тишину все сделали сделали что вы там хвастаетесь но нашли чем хвастаться вот как бы так вот так вот рассуждение поэтому мы сами заслужили этот контент который вы сами заслужили такие выходки потому что мы сами же это смотрим на вершине эльбруса выгрузили флаг с гербом сочинского парка ривьера потому что при парке ривьера там может был там они там занимались на лагерь и тому подобное в общем ну круто что еще круто а тем временем в адлер лучше не ссуваться вчера конечно в адлере было просто ужаснейшая пробка вы даже представить не можете ну и в общем как бы так а в сочи электросамокат залетел под стоящий на остановке автобус но бывает такое ну что же на литра или это самокаты зло я вот когда вижу когда они едут я прям сторонюсь их блин я прям боюсь прям очень сильно боюсь но опять же да вот дожди прошли вчера так получилось что надо было съездить на встречу с клиентом на красном поляном поехал вчера вечером уже когда сходил на тренировку да 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 я болею но сейчас ходил на тренировочку потому что скучился по спортивному залу все-таки сходил позанимался и конечно в этот момент пошел дождь ребят вот особенно те и нагородние которые приезжают вот пошел дождь это не значит что образовался гололед это не значит что сразу что там стало какой-то там все просто пошел дождь зачем вы на федеральной трассе где можно ехать 90 километров в час зачем вы раз дождь пошел сразу скидывайте скорость до 30 до 20 километров в час и начинаете ехать зачем вы это делаете если вам страшно ехать в такую погоду прижмитесь к обочине переждите когда закончится дождь просто вам страшно и вы берете как бы и начинаете вот двигаться со скоростью 30 километров в час а последствия вам сказать какие последствия том что люди как бы остальные которым не страшно которые привыкли ездить они понимают что там 90 километров в час они едут как бы уже как бы на автоматизме тогда 90 там 100 километров сейчас и так далее и вчера когда я ехал на красную поляну я вчера видел 4 аварии 4 авария и гадайте с чем они были связаны все правильно аварии были связаны там с тем что один до бога догонял другого а все почему потому что вы сакуны сакунишки к дождь пошел вы берете начинаете ехать и снова не все на федеральной трассе со скоростью 30 километров в час и конечно вам влетает в жопу тем более дождь конечно же не видно ни хрена ничего там реально видимость там просто у меня дворник вот так вот и работали там в инстаграме можешь посмотреть просто же страшная картина и конечно вам влетает в жопу если вы думаете что вы на федеральной трассе когда вы скинули скорость до 30 километров в час если уж пошел сильный дождик то вы наоборот даете целости и сохранности нет ребят вы ошибаетесь наоборот из-за таких водятлов как вы и происходит дтп 3 ребят три вчера были аварии на новом краснополянском шоссе когда догнали в жопу именно таких вот горе водителей которые в свою очередь крикой припарковался в стенку офигеть понимаете опять же если вдруг вы ну боитесь ну бывает такой да ну сакуны же есть до дождь пошел все там 37 час для этого есть ребята старая дорога да вот старое краснополянское шоссе ну попробуйте там ехать ну зачем говорю ну вот зачем вообще суетесь если дождь пошел зачем вы суетесь я просто акт 3 аварии по итогу я вчера до красной поляны ехал с центра сочи почти три часа но я должен был доехать потому что у меня клиент уезжал и мне надо было с ним встретиться у меня там был с ним разговор там по поводу там инвестиционного проекта все не нужно было его вчера увидеть поэтому я в любом случае поехал и доехал назад конечно было немножко проще как бы хотя тоже находились индивидуумы которые ехали за скоростью 40 км час потому что назад уже когда я проехал там можно сказать последний туннель там дождь тоже пошел как из ведра поэтому ребят но есть угрю вы боитесь если вы не умеете ездить в дождь или еще каким причинам ну забыл просто возьмите там страссы свете переждите когда погода а так когда вы берете начинаете якобы вы едете ну не знаю там максимально безопасно на трассе со скоростью 30 км в час это тупизм вспомните правила дорожного движения какая самая безопасная езда с какой скоростью выше потока ниже потока или какая еще какой вариант еще есть в потоке в потоке ребят если все едут 100 км в час значит и вы едете 100 км в час понимаете если все едут 60 и вы едете 60 это самая безопасная езда понимаете они как вы там решили там выпендриться и знаете что самое печальное я думаю что скорее всего скорее всего я думаю что потому что у меня тогда девочка въехала в жопу там да у нас на дублёре ехал автомобилист в левом ряду со скоростью 30 км в час ну тошнил там да в левой стоит и она получается его догнала но реально догнала его и как вы думаете кто оказался прав вот я уже машину отремонтировали я смотрел в инстаграме и я с ней связывался она оказалась права посмотрели камеры которые там были все посмотрели в крайнем левом ряду ехал со скоростью 30 км в час на получается на дублёре курортного проспекта ну и вот она его догнала не увидела крайнем левом ряду ехал и все и страховка ну как бы выплатила все ей здесь да я не знаю здесь вопрос спорный здесь всего лишь по одной полосе в направлении вполне возможно что может быть кто въехал без жопы и будет не прав ну не знаю я думаю что может быть по правам дорожного движения не права но говорю еще раз ну это зачем так делать 30 км в час и там при условиях очень херово видимости там говорю вчера дворники так жестко работали даже представить не можете поэтому говорю уважаемые сакуны сакунишки если вдруг вы боитесь дождь ездить но блин вы лучше дома оставайтесь передвигайтесь лучше на такси в конце концов а то что вы думали что вы поехали за скорость 30 км в час и все и говорю вчера так долго добирался столько тех было дтп уже обратно ехал по старой дороге мне навигатор показал что старая дорога более-менее была вчера разгружена потому что на новой дороге авария была просто жесть то же самое это касается и по дороге в адлер вчера было 5 аварий 5 аварий все догоняют друг друга в жопу это у нас и на хостинском еще хорошего авария интересная это кудепста идет вниз дорога да если ехать в сторону адлера и вот этот мост и вот получается один нарушает до каршериста поворачивает с крайней правой полосы налево на мост и мерседес поворачивает и того еще так я не знаю как там будет решать знаете там из-за категории обочинников хитрожопух хитрожуев ну не знаю но как говорится как сказал какой-то из моих подписчиков бог есть и поэтому раз и было такое там целая куча дтп ну что ребят я думал что погода устаканится сейчас температура еще упала плюс 17 градусов сейчас я для вас выложу пару видеороликов я снял для вас вчера хорошие квартирки с ремонтом 1 у нас находится на светлане не светлана жилой комплекс роевский 2 находится на улице на фарбитуса жилой комплекс золотой колос квартира реально дешево стоит но реально очень дешево стоит дешевле не придумаешь в инстаграме уже есть ватсапе есть в общем одна квартира стоит 5 миллионов рублей она получается значит так она получается 52 квадратных метров золотом колосе наш нас на шнадцатом этаже одна квартира которую раевский да там она уже там как бы они однокомнатные ну реально как однокомнатные кухня и зал и там и там хотя вторая там вот в раевском штамм 68 квадратных метров но блин только однокомнатный потому что всего лишь два окна и от в раевском она стоит там всего лишь там 7 миллионов рублей поэтому учиться ну да да ремонт я вот в раевском особенно там нужно там подделать там старый диван и все но за эти деньги я считаю это просто супер это просто халява ну как бы реально поэтому сейчас этот видеоролики я доделываю если видеоролики получится все хорошо хорошо если у меня никто там кто из подписчиков инстаграме не купит эти квартиры то этот видеоролик вы узнаете потому что сейчас я как раз буду все это монтировать вам всем желаю хорошим строением всем добра и пока и спасибо за просмотр